Здравствуй, дорогой зритель! Посмотрим с тобой сегодня новую стратегию Manor Lords. Это демка, и в ней нет ни русского, ни сейвов, ничего. Я только что ее скачал и поставил, так что это первый взгляд. Сейчас вместе окунемся в познание новой игры. Все, что я про нее знаю, она такая же красивая, как Forest Frontier, но здесь вроде как побольше всякой боевочки. Погнали да посмотрим. Пока ничего не доступно. Погнали туда, где доступно. Ну вот, смотри, уже неплохо нарисованные физиономии. Прямо скажем, даже хорошо нарисованные физиономии. Вот этот похож на Вицына или на Моргунова. Я забыл, кто из них кто был в операции И. А вот этот похож на Д'Артаньяна. Прикольно. Куча всяких флагов, да, для тех, кто любит морочиться с флагами. Но я не очень люблю с этим морочиться. Поэтому погнали. Так, мужика выбрать сурового в шлеме. Стандарты, балансные, балансные. Ну, оставим так и запустим уже в игру. Не знаю, будет русский или не будет, я попытался переключить язык в настройках. Написано, что готов пока только английский язык. Вместо остальных могут быть дырки. Но мне даже переключить не удалось никуда. Поэтому не знаю, какие там могут быть дырки, когда нет, в принципе, переключений. Но, может быть, в процессе появится и русский. Так, ну что? Ну вот, смотри. Слушай, ты зависаешь-то, зараза. Красотища, да? Не считаю, что вон чувак стрял в палатку, прошел сквозь с нее. Может быть, даже, кстати, красивее, чем Фарест Фронтир. Потому что здесь прям... Бык такой тоже серьезный. Травиночки, цветочечки. Это вообще хорошо. Потому что это инди-игра. Вот. Мне кажется, ее один человек даже делает. И вот один человек уже может сейчас делать вот такой красоты игры. Смотри, у них анимации человеческие, у этих людей, да? Ну, не считая того, что они проходят сквозь пни и сквозь палатки. Тем не менее, они по-людски шевелятся. Они по-людски нарисованы. Одежда там на них тёмнется. Вот стоят тут что-то заняты делом каким-то. Деревья красивые тоже, да? Здорово, здорово. Мне и та понравилась. Собирался я, конечно, в нее побольше поиграть. И это выглядит красиво. Сейчас определим, в какую стоит играть. В ту или в эту. Новое сообщение. Давай посмотрим. Ох ты, сколько всего. Постройте. Постройте лагерь заготовки дров. Охотничий домик. Склад. И это с этим. Как оно называется-то? Е-мое, зерно хранится там. Не знаю, как. Амбар. Амбар это по-русски будет. 365 дней у нас лимита на все эти мероприятия. Ну, давай строить. Но прежде чем побежим строить, давай посмотрим. Чупаресом, какие весы бывают у нас. Работнички, да? Не занятые делом. Занятые. Причем семьи. Не просто работнички, а семьи целые. Всего населения пять крестьян у нас. Ноль бургеров. Ноль бургеров. Чего-то бургер захотелось. Заеду за бургером по дороге домой. Одобрение есть. Порядок общественный есть. Здесь преступность в игре. Региональный доход. Самый скот всякий разный. Причем он вместо овечек или вместо ягнят квадратик пустой. Количество месяцев. Так, время-то идет. Давай-ка тормозим. Пока изучаем все это дело. Каждая персона подъедает один юнит еды в месяц. Вот так вот. И у нас четыре еды. Значит, нам на четыре месяца хватит. А зимой еще одна персона потребляет топливо. Топливо у нас на 20 месяцев. Еды у нас на четыре месяца. Ясно. Текущее поселение. Ух ты ж, смотри-ка. Законы. Законы. Это же законы и политики, да? Ну, похоже. Похоже, что это законы и политики. Хотя, может, это технология. Я не уверен. Хотя, он написал, политики. Производство. Закрыт этот контент в Денке. Потому что работа над ним в процессе. Не увидим мы сейчас, что тут конкретно. Но вот написано, очки какие-то. В зависимости от очков, видимо, можно будет развивать технологии. Ну, как обычно, да? Дальше. Всего собрано. Всего показано. Зерно. Зерно. Четыре вида. Еда. Ух ты. Ну, с десяточек примерно. Топливо. Два вида. Древесина. Камни. Инструменты. Материалы. Штук 15, наверное, на вскидочку. Так-то. Товаров. Тоже штучек 15. И снаряжение. Для апгрейда ополчения и найма каких-то других бойцов. Дальше. У нас есть деньги. Налоги. Каждый год наиболее влиятельный лорд или леди. Назначается королевским фаворитом. И влияние. Ох ты. Смотри, что творится. О. Режим посещения своей деревеньки. Это я вот типа так. Ну, я же не так выглядел. У меня же шлем был. И тут прямо вон что. И можно побродить. А можно в бубен стукнуть кому-нибудь? Ты чего не работаешь? Ну-ка иди сюда. Вот это здорово, конечно. Это здорово. В этом была Settlement Survival. Такая же история. Но там можно было вселиться в любого своего квадратного человечка. А здесь прямо... Прямо круто. Я могу тебя обогнать. Я могу повернуть быстрее мышку, чем ты голову спрячешь от меня. Здорово, здорово. Это, конечно, здорово. Побродить по тому, что ты настроил. Респект. Напиши в комментариях, где еще есть такая опция. Потому что я прям как будто первый раз увидел. Помнится, в SimCity в каком-то можно было поставить мод и поездить по улицам на тачке. А вот чтобы прямо так встроено зайти и посмотреть. Круто. Это круто. Это мне нравится. Здесь склады нужны, потому что от погоды все испортится. Понятно. Тут написано. Еду хранить негде. Ну, амбар. Понятно. И домики для бездомных. Ну, стандартная, стандартная колония. Господи. Как в любой. Играл в одну, считай, играл во все. Но здесь, конечно, красиво. И вот этот режим прям меня очень удивил. Чубрики бродят. Можно послушать, что они там гласят. О чем они говорят. Ну и время переходить к стройке. Потому что, в принципе, все понятно уже. Тем, посмотрели. Четыре времени года. Скорость до 16-й аж разгоняется. Я уже прощелкал несколько дней пока. Изучал все это дело. Дым, смотри, тоже нормально нарисован. Не, ну красиво. Красиво. Спору нет. Радует, что делают красивые игры даже инди-разработчики. Погнали строить. Что у нас есть в стройке? Иконочки тоже все аккуратненько нарисованы. Приятно. Ну вот, собственно, заготовка леса. Пилка дров. Хижина охотника. Стой. Не охотника лесника. Вот охотника. И фураж. Корм для всяких этих, да? Собирать подножный корм. Это сбор. Дальше. Добыча. Склады. Деревенская жизнь. Не везде еще нарисовано. Белые прямоугольнички. Но зато там, где нарисовано, там нарисовано хорошо. Прямо очень. Мне нравится. Фермерство. Промышленность. Типа промышленность, да? Наша торговля. Администрация и война. Ну и, кстати, давай потыкаем остальные. Так, дороги. Ясно, дороги. Армия не тыкается. Пока, наверное, надо построить сначала ее. Найм армии. Карта региона. Вот. Пойдем посмотрим. Ох ты ж, смотри, когда. Есть где развернуться своим армиям. Это, видимо... Так, повернуть можно? Можно повернуть. Вон там живут другие лорды. Или леди. Которые получают фавор от короля. Ни с кем пока мы не торгуем. Торговля. Торговля. Захватить эту территорию. Захватить эту территорию с помощью влияния. Тысячу стоит. Захватить с помощью фавора, который тоже надо там подкапливать. Дикие животные. Камень. Железо. А где городок-то наш? Это наша территория, но... Не пойму, где городок. А, вот так. Все, теперь понятно. Вон там железо. Слушай, ну здорово. И даже вот на таком зуме тоже красиво все выглядит. Мне кажется, это красивее даже, чем в Farst Frontier сделано. Надо срочно в Farst Frontier снова поиграть, чтобы посмотреть. Но пока мне кажется, что тут даже как-то посимпатичнее. Но там тоже было очень круто. Поэтому я не уверен. Ну, давай строить. Начинаем стройку. А то сейчас опять в комментариях напишут, что 10 минут рассматривают травинки, когда игра-то пойдет. Вот она, игра и начинается. Итак, первое, что нам говорят. Склады нам нужны, да, чтобы припрятать. Но я, наверное, начну с деревесины. С древесины, чтобы... Ух ты, здорово, какой. Чтобы можно было нарубать... Блин, смотри, линии высоты, перепады высоты. Валдеть. Чтобы было из чего строить. Ну, давай, а что ты пропакуют? Пропал. Прямо вот сюда воткнем. Какая нам разница? Пускай в центре города будет. Смотри, как они строят. Сейчас, наверное, еще крутые анимации стройки здесь будут. Смотри, каждый камешек летать. Каждую грязню линку. Идете строить? Идет, идет строить. Проверяем, что там по занятым. Пока у нас написано 0. О, смотри, бычара тащит стол. Бревно, бревно тащит бревно. И тут прям все мышицы шевелятся. Пришел, посмотрел. Так, что я пришел? Не бревна, нет, нифига. Пока они сквозь предметы, конечно, проходят. Это забавно. Но я думаю, что это потом исправлено будет все. Принес бревно. Оп, камень сразу. Пошла стройка. О, ну нормально так. Принес сразу везде. И стоит, думает. А процесс пошел. Еще идут. Не пойму, почему они не привязаны никуда у меня. Хотя нет, вот, констрактинг. На стройку все привязались к стройке. Все хорошо. Значит, строим. Да, вон что-то там. Кияночками лупят. Оп, оп, оп. Постепенно, постепенно все появляется. Ну здорово тоже. Хорошо. Что по древисякам? Шесть. Так, эту построили. Теперь давай строить запас еды. Охотничий домик. Ну его, понятно, в леса. Так, а там где-то зверье было. Вон, вот, вот и вот. Вон туда он. Так, а там еще? Кто-то идет. Торговец идет какой-то, да? Да, какой-то торговец придется. Ну давай, вот. Вот там наши дома. Вон там вот где-нибудь. Нельзя. А, Хабитат. Это место обитания. Нельзя прямо вместо обитания взять и запихнуться. Давай вот сюда запихнемся тогда поближе к Хабитату. Ой. Что-то не туда нажал. Поближе к Хабитату, а потом тут дорогу проложим. Ну давай, ладно, вот так воткнем и сделаем дорогу. Все. Есть. Тропка есть наша. Как наш домик тут поживает? Почти готов. О, смотри, посрубали. Одни пеньки остались. Вот эти пеньки остаются, е-мое. Обычно же подрубают деревце и все, дерево исчезло, как не было. А тут пеньки остаются. Напиши, где еще остаются пеньки, а то мне кажется, я что-то слишком сильно восхищаюсь этой игрой, а это все было уже, просто я забыл. Потому что я не очень часто в такое играю. И мне кажется, что это прям что-то новое. Ну по-моему, пеньков вот я не помню такие кучи. Строит вторую будочку. Это у нас бревна сейчас пойдут на стройку и потащат их вон туда. Так, давай посмотрим, что с этим можно с торговцами сделать. Ничего нельзя. Странствующий торговец, он же не просто так идет. О, я знаю, что я буду делать. Пойдем посмотрим. Вот тут я очутился в лесу. Нет, я сюда не хочу. Я хотел вон там очутиться где-нибудь. Вот тут очутиться и ходить команды раздавать. Давай быстрее стройте. Бегать можно? Бегать можно на шифте. Молодец. Разраб знает, в каких кнопках ставить. А паузы на пробеле нету? Или в этом режиме просто нету? Есть паузы на пробеле? Здесь есть? В этом режиме нет паузы, просто пойдем раздавать команды. Давайте, шевелитесь. Не, ну прикольно, прикольно. В стратегии строительной, да, хотя тут еще и война какая-то будет. Чувак заморочился, чтобы сделать вот так вот, чтобы персом можно было побродить тут, походить со всеми. Плохо, что нельзя пойти под затыльник дать. Подойти прям так. Тынс, быстрее работай. Как в этом было. Где там подземелье надо было строить, и можно было чертей подгонять под затыльниками, чтобы они быстрее работали. Все, они пошли все теперь делать второй дом охотничий. Я с вами, мужики. Возьмите меня с собой. Еще бы можно было самому подолбить молоточком Б, чтобы ускорить процесс. Все за мной, все за мной. Идете? Иду. Да, ладно. С этим побаловались. Готово. Первое готово. Назначаем человека сюда. Один. Выберите область рабочую безлимитная, но пускай. А можно и куда... Ну вот, срубите вот эти. Все, область назначили. Работник. Так, ну одного назначаем. Пускай кто-нибудь начинает кто-нибудь работать. Всех незанятых, да? Сломать. Перенести, кстати, можно здание. Отключить. Окошечко подцепить. А, ну вот. Нажал на людей. Вот, людь возвращается уже. Не возвращается. Он еще не понял, что ему... Он, походу, сейчас предыдущую сначала команду выполнит. Вон там построит. Потом придет сюда, будет здесь работать. Хорошо, пускай так. Это у нас что? Палатки для бомжей. Склады. Еда. Заканчивается еда, что ли? На три месяца еще. Нормально. Держитесь. Держитесь. Сейчас охотничий дом построим. Сможем уже. Ну, давай фуражную тоже избушку сделаем. Куда ее зафуражить-то? Пофигу куда. А, нифига не пофигу. Вон там тоже должны быть. А на чужую можно территорию шляться, интересно, или нет? Достроили, кстати. Там вот какие-то пчелы какие-то, да? Походу, нельзя нам. Да, там строить нельзя. А отсюда, я не знаю, будут они бегать на чужую территорию или не будут. Может, и не будут. Тогда даже смысла нету в этой. Сажать новые деревья. Это нам тоже надо, учитывая, что мы сейчас будем вырубать все. Кстати говоря, мы будем вырубать. Я сделал для лесопилку для бревен. А нам-то еще нужно хотя нет, это для дров. Это отдельно. Значит, они будут ходить собирать, я думаю. Где они все есть-то? Эй, где вообще избушка-то наша? Они сказали, что у нее построили, ее не видно нифига. Вот она. Здесь тоже надо назначить мужиков. Ой, сразу он пошел охотиться. О, пошли последним за мужиком, как он охотится. крадется. Давай, крестьянин, подстрели мне на ужин что-нибудь. Что-нибудь на ужин мне подстрели. Не, ну этот режим меня прям прикалывает. Единственное, опасно, можно залипнуть в эти в брожение. А он подстрелил уже кого-то. Да, он прям с одного удара подстрелил. И просмотреть, там где что-нибудь строится, или кто-нибудь нападает где-нибудь. Хотя, я думаю, будут какие-нибудь уведомления по этому поводу. Ну-ка, разделка туши будет сейчас? Сейчас. Подвесил, да? Да, действительно, разделка туши есть тоже. Обалдеть. Ладно, все, пускай разделывает там. Пойдем займемся стройкой дальше. Так, где мужики, которые с бревнами должны заниматься? Ага, вон он там. Занимаешься тут? Видите, спрятался от работы ныкался, нет? Рубит. Все, нормально. Этот рубит. ОК. Склад. Теперь давай делать склад, потому что сейчас у нас бревна пойдут, настройку. Пока копятся бревна, еда там уже добывается на охоте. Давай поставим склад. Склад с едой. Да давай сюда. Туда склад с едой и сюда еще. Это для товаров. Вот для еды. Амбар. Амбар. Вот это нам нужно. воткнем и то, и другое. Пост по транспортировке. Быстрее будут возить буйволы. Потому что вон он буйвол уже повез. Кое-что. Припасы, кстати, наши вот валяются. Везет бревно на стройку. Сейчас займется стройкой. Ну и давай построим еще тогда домик, который там лесника, который сажает новые деревья. Потому что пеньков-то все больше. Домик лесника вот этот, что ли? Да. Ну вот его прямо... О, как прикольно. Можно вот сюда присоединить. Можно вот сюда Не только главные дороги можно по ходу, да? Или нет? Сейчас проверим. Может, я зря так сделал. Но ему дорога сюда не нужна. Он ходит деревья сажать. Ему возить-то ничего не нужно. По полюшку пройдется по-чистому. Уже время включать скорость, наверное, да? Давай четырехкратную. Пусть пошустрее шевелится. Посмотрим, как процессы развиваются. Потому что сейвиться нельзя. Одна серия пока будет по игре. Вот это собственно все, что сейчас мы успеем сделать за час. Больше мы этого не успеем. Поэтому давай делать быстрее, чтобы посмотреть, что вообще как выглядит тут. Пошла стройка. Пойдем найдем хижину. Посмотрим по запасам. Шесть. Три. Ну, копятся. Копятся запасы. Все, охотник молодец. Может, кстати, хватит и одного молодца там. Пусть один там будет молодцом. Это у нас тут стройка вовсю. И деревья сажать пора уже. Может, еще, конечно, не совсем пора, но берегите природу. Поэтому давай резче. Смотри, стройка везде по-разному. тут вон бревна положили на козла такие. Каждое строительство нарисовано по-своему. Круто, что еще пришел строитель. Там что-то спилили еще. Что у нас еще есть в стройке? Дома. Нам же нужны дома. У нас все бездомные на одну семью. Так, это как это? Границы. Как в этом, что ли? Областями строятся? Ну давай. Прикольно. TeamCity там тоже же областями не отдельными домами. Да и в этом забыл название, блин. там где через эпохи нужно было в городском совете выигрывать, чтобы тебя не сместили и строить новые районы и там тоже областями все строятся. Ну ладно. ой-ой-ой-ой, что это я сломал? Недостаточно ресурс. Ну недостаточно, недостаточно. А, раз их недостаточно, даже отметку нельзя поставить. три бревна. Давайте активнее тогда на бревна. Еды. Еды уже запасли на 6 месяцев. Хорошо. У нас апрель. Нам еще дров запастим. Но пока мы уперлись. А вот на QE камера не крутится. Вот это не молодец. Только мышатиной. Квест комплит. Закончили первый квест. Новое сообщение. теперь ты хочешь колодец и ну это как раз для жильцов. 5 штучек. Колодец. Ага, на водяном слое должен он стоять. Вода. а вот вот она нарисована. Ну давай вот сюда воткнем колодец и вот эти домики. Тогда домики с этой стороны будем втыкать. Ой не очень е-мое. Ладно вот так воткнем тройся. Это наверное сейчас один только дом будет. Кривой участок я нарисовал. Жесть просто. Хотелось чтобы все было ровно. Но что-то не очень получилось ровно. А сейчас туда дорогу заведем. ой да не заведем уже да ой ну и ладно вот отсюда значит заведем сейчас ее вот так вот здесь бы конечно а нет смотри соединяется сейчас мы соединим эту фигню не понимаю почему она вон туда сразу выпрыгивает я бы вот здесь бы сейчас маленькую бы воткнул не дает воткнуть маленькую ладно потом сюда воткнем и тогда может быть ладно вот так не очень ровно конечно ну ладно а вот здесь уже воткнем ровно сейчас дом не хватает ресурсов нет не воткнем что погнали скорость я же уже делал 16 погнали тогда в самую максимальную конечно и сидеть смотреть как они бродят тоже интересно потому что красиво все сделано но хочется пока просто поскорее побольше увидеть так а что не так со складом склад же готов работникам на склад надо вот что вон все начали перетаскивать предпасы часть туда пошло часть туда пошло все да сейчас перетаскают отсюда все 20 дров тут 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 у нас и первая хижинка готовится кстати колодец вот тоже построили рабочая зона пуста походу вырубили все дровишки все деревца вырубили а сюда я не назначил нового мужика который должен все сажать ну вот первый готов первый дом сортир кстати даже у них ну молодцы сортир там на максимальную удаленность воткнули на перекрестке дорог всех чтобы люди шли мимо и и нельзя было мим сортир пройти никак о плюс один челик кстати 7 было 5 лады строим еще бревен накопили 5 бревен маленькая слишком написан территория границы уперлись с другой стороны начнем строить а тут аж на два дома уже да е-мое да с этой стройкой еще надо попривыкнуть не знаю здесь подключится дорога или не подключится дорога туда вот явно она не подключится туда надо везти вот так я надеюсь что к этому подключится у него точечки нету правда а это тоже проведем нам нужно 5 домиков время июль что по дровам на 6 месяцев что-то пожгли уже было больше значит нужно домик который будет делать дровишки тоже ставить пока не поздно 75 из 500 но едут припасают нормально уже на 11 месяцев тут с бревнами пока не очень хорошо хотя двое как будто приписано уже 9 человек они приезжают походу я думал они будут как-то это там медленно плодиться нет как только ставишь дом они сразу дрываются откуда-то появляются тут вот этот не знаю входит он или не входит потому что выход у него на ту сторону нарисован дороги то там нету 11 уже посмотрим да есть люди заселились и туда просто у них не будет дороги ну ладно ничего ставим давай посмотрим теперь кто куда у нас приписан кто куда не приписан прокрастинирует крафт транспорт ждут жду-жду да они сильно заняты давай тогда активней вот сюда и активней так а тут уже есть и можно наверное к охотнику тоже на помощь одного накинуть какую-нибудь табличку как обычно делают столько охотников столько неохотников но не занятых ноль написано занятых пять его 11 человек я пределе два дома еще осталось построить давай вот здесь с этой стороны дороги воткнем пару домов еще и с домами квест у нас будет закончен таверна отлично таверну сейчас забахаем нехватка ресурсов не получится ничего одно бревно всего осталось понятно ребята а вы что так долго бревна трубите ходят ждет что ты ждешь то сентябрь что по дровам три месяца по дровам все плохо все плохо по дровам так но мы собственно что ждем мы ждем пока появится бревна которые можно будет рубить но мужики которые занимаются бревнами почему-то не ходят за бревнами ждет что ты ждешь то а можно в дом зайти ну-ка давай попробуем пойдем выгоним этого работника где он зараза забор поставил забор пофигу можно пройти насквозь забор ну-ка пошли найдем этого работника фу в доме что-то не очень не очень интересно что пришел в пустой дом иди отсюда иди на работу трава растет в доме для треугольнички пункт сквозь стену ты пошел работать нет давай ну-ка в туалете дырка есть хоть не получается заглянуть а какой-нибудь какой-нибудь в рабочий дом в какой-нибудь там что-нибудь происходит нет дома пустые все ладно пока пустые пока ничего не происходит внутри а вот на складе ну река должно валяться что-нибудь опа стрял не может пробежать почему-то невидимую стену какую-то наткнулся ну вот мясо висит хлеб лежит бэмс ой сейчас я в текстуру провалюсь я доиграю сейчас с этими своими любопытными заходами в дома ну ладно нормально проверяем рубку дрофта идет нет не идет не идет трубка дрофта почему эти вот парни вот тут вот все трутся ждет что он ждет с дорогой соединено область я задал включил всех не занятых сюда двое прицеплены что же не так-то пустая область понятно в общем вот эта территория она не считается дровами вот что ну иди вон там рубите тогда там считается походу тоже нет нет опять не считается зашибись давай туда тогда там-то норм да туда пошли странная фигня вроде елки какие-то стоят но почему-то игра подумала что это пустая область уже все вырублено и поэтому нельзя там ничего нарубить а у нас из-за этого пролет по топливу на два месяца осталось потому что мужики не ходили рубить лес мне кажется пеньков больше чем деревьев стояло поэтому я так и обратил внимание до этого что прям много пней как будто от каждого дерева пень остался нет просто когда одно дерево вырубает сразу кучу пней появляется ну вот пошел процесс наконец-то наконец-то мы два дома еще не построили идем в дома идем сюда как-то вот сюда надо воткнуть их это я моя нестесика один только влезет давай один хотя бы а еще один вон там пусть будет кривые надел какие-то я делаю ну ладно все теперь нарубили дрог на 5 будем сейчас ставить пойдем построим поле какое-нибудь поле большое сделаем тгдкс может успеем что собрать нет здания фермы в регионе понятно ферма рядом с полем месторождение камня сейчас чуть не застроил о уже зима уже уже декабрь о ешкин кот кто-то окуклился выскочило сообщение что уменьшена численность жителей квест закончен ура что теперь жилища второго уровня три штуки сделать фут стал не знаю что такое что-то с едой связано так вот одежда тут много времени на это дано апгрейдить домики можно обыграть домики смотри снег нормально идет красиво тоже что-то я просмотрел что декабрь не надо было ставить поле не надо было запускать стройку фермы бесполезно поедем по идее у нас еще как бы норм а вот по топливу не очень давайте все сюда если что рубить а нечего рубить на самом деле давайте один кто-нибудь бегом три бревна да граничим двумя тогда пять семей у нас двое тут один тут и двое на охоте чтобы еду добывать нету никого здесь где все это два тут складов надо поснимать видимо да я их поставил на склады и они там числились таскать всю ерунду снежок накапливается по чуть-чуть не просто так зима раз все белое нет сыпется сыпется и потихоньку копится здорово тоже что там хочешь мало еды мало топлива ну да понятно с топливом я тут протормозил должны были активнее рубить бревнышки оказалось что тут пусто как будто апгрейд выполнить нужно что нужно и 4 бревна но бревен нету извиняйте апгрейда пока не будет вот эти непонятно до до второго нужны или нет или до второго хватает или вот до сюда заполнить уже надо а сейчас заполнено вот так ладно пока у нас не будет решена проблема с бревнами все остальное не важно потому что мы замерзнем просто где там охотники то вы тут где вообще только дорогу а вон же эта избушка тут тоже не хватает куча детей у нас вот не очень хорошо сделано вот это вот назначение в том плане что написано семье а тут в человеках пять семей пятнадцать человек а работать сколько могут почему семьи это только назначены то есть у меня либо десять рабочих либо как будто пять всего если их как будто пять то нафиг вот это вот мне вот эти написано ждут а что вы ждете вот не хватает людей на охоте один всего а включено два строят что-то странная история потому что назначение рабочих кучу раз уже было сделано в куче игр и изобретать вот эту историю с семьями я не вижу никакого смысла есть там пятнадцать человек пять детей которые не работают десять взрослых все десятью взрослыми распоряжаешься нет пять семей пятнадцать человек а работать никого не заставишь опять же таблички нету таблички сколько там тебе нужно на охоту сколько тебе нужно на рыбалку то есть с работниками что-то не очень сделало вообще все засыпало уже снегом так что с бревнами там одно всего они же ходят там ходили рубили все время это почему опять одно ждет опять походу снова кончилась местность как включить просто все везде вот так андлин включил нормально сейчас тогда должны везде бегать рубить надо было оставить хотя нет все равно что ждут чего-то давай 16 скорости посмотрим ждут продолжают ждать что вы ждать продолжаете достроили ферму зимой и нужно не не идут они рубить нифига надо вот так тогда ткнуть а вот кстати стала появляться надпись дерево 1 дерево 2 ой улетела табличка ну побагивает еще конечно вернись табличка не могу выцепить табличку эту да все я думал нажму сейчас она откроется закроется фиг там подхватил 6 бревна ну вот бревна пошли наконец-то ура и дрова наконец-то начали рубить да все с этим разобрались да топливо на 10 месяцев еды на 7 первичные потребности закрыли крыша над головой вода еда все работает хоп сожгли сразу все топливо в момент он уже накопил 12 раз будет единственное надо не просмотреть когда они опять перестанут рубить лес потому что с рубкой леса как-то ну тоже наверное просто не очень доделан там вначале было написано что тут еще много шероховатостей которые разработчик отрабатывает может быть дело в этом потому что включен был безлимит они сидели ждали указал область пошли рубить это что такое повальное дерево какое-то пошли побродим по зимнему по зимней деревне по своей да ты не попадаешь попал опа понес дровишки зашел в дровишки понес дровишки тащит вон тушку а ты зачем ее сюда тащишь ты там и должен был разделывать грязь вон блестит вся красота а в этот тащит в амбар нарубили дров нарубили 9 месяцев нормальным текст построим давай еще что-нибудь что-то я не вижу ничего касательно одежды а вот она вот эти три надо построить давай построим что это такое непонятно сюда нельзя воскнуть это чужая территория она и сюда не хочет стыкаться бревен что ли нет опять нет 12 бревен бревен полно должно быть построено в зоне рынка понятно зону рынка сначала надо выделить погнали нет плохой рынок плохой рынок получился потому что здесь дурацкий кусок дороги понятно сейчас кусок дороги подломаем тут как удалить alt счет не удалилась а alt е-мое все все у меня стерся alt просто и это был не alt кого я первого нажал есть есть это рынок это лоточек для хлебушка это для так крутить держите вот так вот для бревнышка и для одежды такой серый на какой-то что-то стрёмный через него можно дорогу строить нет нет через его нельзя строить дорогу просто вот такие дороги настроить а то они какие-то получается она только вдоль дороги одним прилавком я думаю просто здесь рядов наделать не вышло наделать рядов ну ладно не страшно погнали 16 скорость посмотрим сейчас на прилавки на эти только сюда еще людей надо назначать давай тем кому делать нефига пускай идут сюда снег начал таять ура зиму пережили нормально кривовастенько конечно построено но зиму пережили так что сойдет ну кто-нибудь придет нет так три дома заапгрейдить еще требуем до следующего апгрейда да нужно закрыть вот эти все одежда сейчас должны как они начнут продавать если они не производят интересно может эти должны прийти торговцы либо нужно построить сначала производство для этой всей фигни церковь таверна инструменты кожа да вот одежда для одежды еще нужно построить сначала тогда начнется одежда странно что по квесту вперед надо сделать лавочку чем сделать фабрику которая будет шить эту одежду потому что фиг ли толку с лавочки если на ней нечего продавать но мы сейчас быстренько закончим может одну ловчонку хоть запустим нет еще не готова готова ставим все тоже бездельников рабочая область пуста опять древесины что есть хоть кто-нибудь бездельник какой-нибудь есть у нас знаете вот я сказал что домик строишь а не приходит нет не приходит это 5 семей как у нас было 5 семей так у нас и осталось 5 семей просто с человеком стало больше но по работе не стало больше человеков сразу семья приписывается сюда не уверен но в любом случае сделано красиво однозначно особенно режим с этим с мужиком с бродячим мне вообще очень нравится красотища свет день ночь смена времен года все все сделано круто и круто что теперь игры делают красивыми вот видно еще что конечно недоработано там где-то картинок нету где-то там мужички ходят сквозь предметы но это демка поэтому понятно по ней что нам ждать а так-то очень даже неплохо не дошел я конечно до всяких там военных мероприятий за этот час но я думаю что когда сейф прикрутят когда хотя бы в ранний доступ она выйдет можно будет к ней вернуться чтобы поиграть еще посмотреть ну и конечно в паре с фронтир теперь снова захотелось поиграть потому что там тоже все красиво а я так что-то времени на него больше и не нашел пиши свое мнение в комментариях понравилось тебе не понравилось эта игра ставь лайки если нравится подписывайся на канал нажимай колокольчик чтобы не пропускать разных новых стратегий потому что есть еще несколько новиночек которые в ближайшее время я буду выкладывать заходи в дискорд ссылка в описании поддерживай канал на бусте чтобы получать ранний доступ к контенту спасибо за просмотр и пока пока спасибо за просмотр